Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти и другие вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Алексей Ильич, здравствуйте. Сегодня тема у нас, как всегда, непростая, но, мне кажется, очень важная. Человек, приходя в церковь, узнает, что он призван выполнить или соблюсти заповеди. И чем правильнее, чем полнее, тем лучше. Но тут же человек узнает, что не это спасает, что никакой заслуги в этом как бы нет, что это не какая-то вещь, которую ты совершаешь, и потом за это получаешь некоторое вознаграждение в виде благой посмертной участи, например. Спасает все равно милость Божья, несмотря на твои усилия. Но усилия при этом прикладывать надо, потому что без них никуда. Некое противоречие возникает здесь логическое, опять же. А, во-вторых, заповеди, о которых мы узнаем из Евангелия, но они такие максималистские, настолько серьезные, как возлюбить врагов, благословлять проклинающих и так далее. Это вещь, которая, кажется, человек сам бы себе такого никогда бы не придумал, если бы задумывался над нравственным кодексом. Вот как в этом разобраться? Вы знаете, мы понимаем заповеди часто, как некий закон, который издал Бог, и который мы должны исполнять, иначе нам будет плохо. Это глубокое заблуждение. Все заповеди Бога есть ничто иное, как, я скажу так, изображение нормальных свойств человека. Ну, правда же нормальное, когда человек добропорядочный, когда он честный, когда он уважает, когда он любит, относится с любовью ко всем. Вот и всё. Вот что такое заповеди. Это не есть что-то, что, кажется, противоречит нашей природе, нашей натуре, а вот нас заставляют это делать. Посмотрите, о чём заповеди же говорят. Вон апостол Павел пишет. Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Всё покрывает, всему верит, всему надеется. Вы посмотрите, ведь какие свойства-то прекрасные. Вот что такое заповеди. Заповеди, в конечном счёте, это нормальные свойства нормального человека. Вот и всё. И теперь представьте себе, что какой я совершаю действительно поступок, если я вдруг вместо того, чтобы дать кому-нибудь сдачи, вдруг не делаю это. Не делаю это. То есть проявлю великодушие. Помните Достоевского идиота? Как князь Мышкин там? Вы же будете страдать, чтобы ударили меня. Слышите, о чём он беспокоится? Не потому, что он оскорбился. А он уже жалеет даже этого человека, который совершил такой поступок. Откуда возникают у нас вот эти трудности в исполнении заповедей? Вот это действительно вопрос интересный. Ну, почему мы так осуждаем все друг друга? Ну, почему мы завидуем, скажите? Почему воруем? Почему лукавим? С чего это? О, это здесь мы сталкиваемся с потрясающим учением христианства, которое невыносимо ни для кого. Слушай, о чём оно говорит? Мы окажутся глубоко повреждены. Мне бы надо радоваться, когда у другого человека хорошо. А у меня что происходит? Помните? Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Помните, что это? Так, откуда это? Почему это мы? Так вот, христианство говорит о глубокой повреждённости действительно нашей природы, человеческой природы. И наша задача заключается в чём? Насколько это возможно всё-таки бороться с этой повреждённостью? Насколько это возможно? Вот осуждать нельзя, но не осуждай, не осуждай, попробуй не осуди. И в этом-то и проявляется, если хотите, достоинство человека, когда он не следует этим, я бы сказал, подчас низменным, подчас то, что церковь называется греховным, подчас злым, злым влечением, а напротив борется с этим, противостоит этому. Вот в чём состоит задача христианской жизни – в борьбе. Да, человек вновь падает, каждый раз скажет, что осуждение, и каждый раз опять осуждаю. Ну, так познай же ты, в конце концов, ну, ты понял теперь, насколько ты больен? Ты понял, что ж ты завидуешь своему другу, своей родной сестре, родному брату? Что ж такое? Ну, понял ты теперь? Пойми! Вот это очень важно, говорит христианство, нужно понять. Вы знаете, о чём говорит Христос по этому? Блаженны нищие духом! То есть, наконец ты понял, блажен человек, который увидит всё это. Это познание имеет огромнейшее значение для человека. Исаак Сирин даже писал так об этом познании. Блажен человек, который познает эту свою немощь, потому что это же действительно немощь, а не что-нибудь. Это познание становится для него основанием, корнем и началом всякого блага. Потому что, узнав это... Почему благом? Узнав это первое, я увидел, кто я. То моё я было такой огромной величины, что ко мне не подступись. Не тронь меня. Это первое. Второе, что я же должен понять, значит, и другие люди то же самое и находятся в том же состоянии. Прояви великодушие к их недостаткам, к их грехам. Прояви великодушие. Ну, понимаете? И если бы только вот это познание является основой и началом правильного отношения и к другим людям. А можем ли мы сказать, что вот такая нравственная, нравственный кодекс, скажем так, христианства, христианина, Евангелия – это тоже некое свидетельство того, что христианство имеет божественное превосхождение. Потому что человек сам не додумался бы для того, чтобы вот такие заповеди себе установить. И это не просто бродячий учитель Иисуса с Назарета, который вот ради общественных каких-то отношений призывал вот так себя вести, а так не вести. Что это некое установление, которое человеку в голову бы не пришло, и поэтому надо признать, что оно пришло от Бога. Насколько это корректный тезис? – Ну, можно, конечно, хотя можно искать и другие какие-то, так сказать, причины объяснения. Но поймите, что вот осознать, что вдруг я поврежденный, причем поврежденный не только, так сказать, телом, но и умом – это самое страшное же оскорбление. – Да, я могу признать, что у меня нет таких уж способностей, там, талантов в чем-то и так далее, но сказать, что я поврежден умом – это уже извините. Христианцы, конечно, это почему, но не приемлется никак вот тем сознанием, которое называют мирским, потому что наше «я» превыше всего. Почему не принимается? А оказывается, до тех пор, пока я это не увижу, не увижу, а увидеть это можно только как – сопоставив свою жизнь, реальную жизнь, вот, с Евангелием. Сказал, не завидую, а я завидую. Вот и попался. Не осуждай, а я осуждаю. Сказал, не лукавь, не лги, не лицемерь, а я это делаю. О, странное дело. Я больше никогда это не буду делать. Никогда? И тут же, и тут же. О, это великая истина христианская, которая ставит человека на настоящую твёрдую почву, исходя из которой он может и себя уже оценивать по-настоящему. А как по-настоящему? Это называется смирением. Вот это видение называется смирением. И к другим людям относиться уже совершенно иначе. Это великая истина. Вот что такое добродетели. Вот что такое заповеди. А не что-то такое новое, что я должен сделать. Это нормальные свойства человека с большой буквы. А вот идея о повреждённости человеческой природы содержится уже в первых главах Ветхого Завета. В истории грехопотения первых людей. Но всё-таки это Ветхий Завет. А книга, которая принимается и иудеями, и в иудаизме, и в исламе не отрицается. А что принципиально важного, нового к этому добавил Христос, придя в мир? Дело-то в том, что в Библии там написано о повреждении. О каком повреждении? Он стал смертным, стал тленным. Стал страстным в смысле. И вся природа восстала на него, и он на природу восстал. И так далее. А вот того, о чём говорит Христос, это оставалось как бы в тени. Ну, представьте себе, блаженно нищий духом. Попробуйте, наверное, нищий духом. Что это такое? То есть, когда это блажен тот, кто увидит себя, увидит, что, оказывается, чем я заражён постоянно в своей жизни и на каждом шагу. Вот, оказывается, в чём. И потом вот этот принцип любви, о котором сказал Христос, он же никогда не звучал так. Я вот, недавно я говорил, что Бог и гневается, и мстит, и так далее. Оказывается, нет. В Ветхом Завете это так выглядит. Да, в Ветхом Завете. Да. Оказывается, нет, нет. Этого и быть даже не может. Да. Об этом, знаете, очень развитое святотельское учение об этом Боге любви. И о том, что мы должны сами стремиться к этому, к приобретению, к богоподобию, к обожению, как говорят, как они говорят, обожению. То есть, к богоподобию должны стремиться. И в этом задача христианской жизни. Богоподобию, а не просто исполнять, исполнить те или иные предписания, да, которые сделают меня будто бы достойным Бога. Обратите внимание, Христос кого обличал больше всего в Евангелии? Вот этих вот, которые внешне всё исполняли, церковные предписания. Всё исполняли, кажется. Посмотрите, даже в субботу не могли ничего делать. Даже определённый путь пройти, всё исполняли. А внутри что было? А Христос говорит о страстях, о душевных свойствах. Здесь и ад, и рай в душе, а не в исполнении этих церковных просто предписаний самих по себе. Они, человека, не меняют эти... Более того, более того даже, Христос как сильно говорит – гробы окрашенные, снаружи кажетесь вы прекрасными, а внутри исполнено чего? Вот как он подчёркивает значение душевных свойств человека. Ну вот, прозвучало сегодня у нас не раз в программе слово «заповедь». И, по моим навредениям, самая частая ассоциация с этим словом – это заповедь «не убей». Что мы думаем, когда говорим о заповедях? Ну, конечно, «не убей» в первую очередь. Вот как раз к этой теме обращается певец Алексей Поддубный в своём вопросе, который вам адресует. Мы, певца Алексея Поддубного, знаем по сценическому имени Джанго. Здравствуйте, дорогой Алексей Ильич. У меня к вам вот такой вопрос. Вернее, вопрос от моего хорошего друга. Есть заповедь библейская и новозаветная, которая звучит так – «не убей». Каким образом же поступать нам, если к нам приходят враги, и нам нужно оборонять своё Отечество, и тогда нам придётся убивать своих врагов? Не является ли это грехом? И как вообще обстоит дело с этой ситуацией? Спасибо вам большое. Грех состоит, скажу страшную фразу, но я объясню её, не пугайтесь. Грех заключается не в лишении жизни человека, а в злобе моей, когда я в результате убиваю человека. В злобе, а не в лишении жизни. Ибо если бы это не так было, то мы бы и Господа Бога обвинили бы даже, потому что все люди умирают. Что ж это такое? Нет. Обратите внимание. Человек вдруг вызывает огонь на себя. Во время войны. Знаете эти. Для того, чтобы разгромить, уничтожить какое-то количество войска противника. Или посмотрите, он что, самоубийца? Нет, говорит, герой. Посмотрите Куликовскую битву. Это наш схимник. Что? Когда он поразил, что он убийца? Нет, герой. Почему? Вот это очень важно. Потому что грех не в убийстве в самом по себе, не в лишении жизни, а в той злобе, злобе, в результате которой человек это совершает. Поэтому и когда нападает наше Отечество, то здесь напротив, Христос сказал, нет больше любви, как кто положит душу свою, то есть жизнь. Слово душа в данном случае означает жизнь. Душа своё за друзей своих. Вот как оказывается. А что значит положить в данном случае? Значит убивать врагов. Убивает врагов в данном случае. Кем являются эти враги? Ведь мы же даже на войне. Кто же знает там, кто перед тобой с кем-то? Да никого друг друга не знает. Поэтому личной злобы быть не может, потому что никто друг друга не знает. Борется с чем? С носителями. С носителями чего? Агрессии. То есть зла. Ибо идёт враг на наш народ и готов принести, я не знаю, какие беды нашему народу. Мы боремся с носителями этого зла. Давайте обратимся к ещё одному видео вопросу. Вопрос вам задаёт наш телезритель Сергей. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. И у меня вот такой вопрос. А вот если Бог в простоте, то почему нам так сложно понять Святую Троицу? Заранее спасибо. Юный вопрошатель. А какой глубокий вопрос? Что проще неделимой, кажется, частицы? А о том? А оказывается в нём целый мир. Это первое, на что хотелось обратить внимание. А второе следующее. Вот любой цвет взять. Не цветок, а цвет. Ну, например, зелёный. Зелёный цвет. Правда, просто? Просто. А вот представь себе, Сергей, что я никогда в жизни не видел зелёного цвета. Объясни мне его, пожалуйста. Расскажи мне, что это такое. И не сможешь. Скажешь, надо посмотреть. Надо показать. Цвет простой, простой, но объяснить невозможно. Нужно увидеть. То же самое относится и к вопросу о Боге или о Святой Троице. Действительно, для того, чтобы хоть как-то познать это, если хочешь даже понять, то нужно немножечко соприкоснуться с этой реальностью, которую мы называем Богом. Но, в общем-то, я скажу тебе, это не так уж и совсем сложно это и даже осмыслить. Знаешь, как святые отцы, например, объясняли Троицу Бога? Они говорили так. Ведь единственном из творений Бога, кто назван Его образом и даже подобием, – это человек. Поэтому, говорит, давайте посмотрим на человека. И что же мы видим? И вот здесь приводят замечательную аналогию, как мне кажется. Ум человека. Вот личность и вот ум человека. Личность одна, но вот ум человека. Они говорят, по своей природе всегда рождает мысль. Или слово, если мысль – это мы произносим. Так? И каждому уму, уму, вот, так присуще, что соответствующий дух. Дух. Ну, скажем так, хотя бы дух злобы, например, или дух любви. Дух милосердия или дух жестокости и так далее. Дух. Так вот, оказывается, я, да, человек, но посмотрите, ум, постоянно рождающий мысли и соприсутствующий, исходящий из этого ума, дух. Три. Вот точно так же описывается и Святая Троица. Бог Отец рождает Сына, которое по-гречески называется Логос. У нас перевели это как слово с большой буквы – Логос. И соприсущ этому уму определённый дух, который – Дух Святой. Вот такое дают. Ну, это, пожалуй, наилучшая, наиболее точная аналогия, аналогия, благодаря которой можем понять, как это в единстве мы можем найти три – ум, слово или мысль и дух. И это одно. Всё это я. Спасибо огромное. И ещё один вопрос от наших телезрителей. На этот раз телезритель по имени Александр. Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич. У меня такой вопрос. Кажется, нигде в Святом Писании не упоминается о Святой Троице. Даже Господь наш Иисус Христос не говорит о ней прямо. Значит, мы узнаём о ней позже, не из уст самого Господа нашего. Так откуда же мы знаем, что это правда? Спасибо. Вот сегодня про тему Троица как-то вопросы у нас подобрались. Ну, Александр, ну как же не говорится? Помните, даже в прощальные самые же последние беседе с учениками перед Вознесением Он прямо им говорит ученикам «Шедши, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Прямо даже Он перечисляет. И неоднократно это и в других местах то же самое. Посмотрите, когда крещение было. Кто крестился? Он – Сын. И вдруг видит Духа Святого в виде голубя, даже телесного, сходящего на Него. И голос с неба – Сын, сей есть Сын мой возлюбленный. Так что, видите? Нет, как же это? Неоднократно мы видим в Священном Писании упоминание о Святой Троице. Именно причем именно так Отец, Сын и Дух Святой прямо говорится конкретно, а не как-нибудь. Так что это не позднейшие какой-нибудь, знаете ли, там фантазии или сочинения каких-то богословов. Это все взято прямо из Евангелия, а не откуда-либо. Так что есть. Можно не беспокоиться. Спасибо огромное, Алексей Ильич, за эту беседу. В наших следующих беседах мы продолжим обращаться к этому сложному, необычно сформулированному, но, наверное, самому главному и важному вопросу для человека – зачем Бог? И помогать нам в этом будет Алексей Ильич Осипов. Субтитры создавал DimaTorzok